А вот прям поговорить, и это да, и это самое классное. Давайте начнём потихонечку. У меня первый к вам вопрос. Я вот с вами захотела поговорить сегодня про классных людей, у которых что-то получилось такое прикольное. Как вы думаете, кого можно назвать великим человеком? Генри Форд. А, да, можно. А вот какими их, ну, я не знаю, почему ты решил, что он прикольный, великий, и решил? Ну, он основал компанию Форд. Это очень популярная компания. Ну, как бы они хорошие машины выпускают. А вы хотите сами что-нибудь великое сделать? Я сейчас и не знаю. А как вы мы определили? Вот представляешь, ты сделал что-то такое, вот вообще прям глаза горят. А как определить, это великое или, ну, так себе? Ну, по популярности вещи. Ну, того, что ты изобрёл. Так. А ещё какие-нибудь великие люди? Стив Джобс. Да, логично, согласна полностью. А чего у них общего с Фордом? Здравствуйте. Ну, ничего, именно общего ничего. Потому что Форд основал автокомпанию. Ну, они оба, они как бы оба, ну, общие. Ну, да, по идее, общие есть. Потому что они оба основали какую-то компанию. Ну, типа. В общем, я с вами хочу поговорить про людей, без которых чего-то бы не было. Ну, вот если бы эти люди не родились, они бы что-то не сделали, то мы бы с вами очень-очень много потеряли. Ну, например, если бы не было Форд Джобса, то у нас бы не было айфонов, айпадов, маков и так далее. Конечно, было бы что-нибудь другое, но это прям было бы совсем что-то, что очень бы отличалось. То же самое у Форда. У него машина, конечно, это крутая история, но он придумал еще более прикольную штуку. Формустанка-то кончетка. Что? Формустанк, говорю, это, по-моему, самая лучшая машина. Из его линейки, да. Но сам Форд еще придумал такую... Он же придумал не просто компанию, он придумал, как сделать так, чтобы всем людям, которые работают в этой компании, было удобно. Наверное, бывают такие компании, в которых так себе работать, а вот у Форда был человек, который придумал, чтобы в компании еще было очень удобно работать. Вот я вам предлагаю сегодня про таких поговорить. Как вы думаете, а с чего они все начинали? Они же тоже когда-то были маленькими? Ну, они же начинали, наверное, с нуля. Ну, как все. Так, ну, а вот что такое вот... Они могли начать, там, пара человек начали, когда им было 10, когда им было 12. Но они, кажется, не придумали компанию сразу. Ну, как вы думаете, вот с чего они... Потихоньку там было. Ну, с идеей у них это как-то... Сначала у них была не так, потом это плавно перерастало в идею, потом они эту идею пытались исполнить. Мы все не калились. А у вас есть мечта? Да, есть. Какая? Поделишься? Да. Ну, хочу сделать Марс пригодным для жизни, ну то есть. О, у тебя прям мечта круче, чем у Ивана Маска. Жесть. Еще есть у кого-нибудь? Сейчас мозг взорвется, не знаю, как это объяснить. А как вы думаете, у них, на самом деле, у некоторых сначала не было мечты. У кого-то была. У кого-то прям была. Кто-то прям вот хотел и такие. Они еще все были очень амбициозны. То есть они думали, как вот, что они хотят Марс сделать пригодным для жизни. Они хотят что-то такое сделать большое, классное. А у кого-то не было мечты. Ну, вот кто-то не знал, с чего он хочет. Он так смотрел по сторонам и прям вне что с ним. Как вы думаете, с чего начинали те, у кого не было мечты? Они на самом деле начинали с проблемами. Они видели в мире какую-то проблему, какую-то, ну, либо несправедливость, либо какую-то проблему, либо какой-то был у них интересный вопрос, на который они хотели найти ответ. И они начинали с этого. Причем вопрос мог быть на самом деле, ну, такой не прямо великий, большой, чтобы... А, да. А мог быть такой простой. Есть, например, компания, может быть, вы ее видели, слышали, Зара, Пуландбир, Бершка. И основатель компании, Аманси Ортега, это дядечка, который один из самых богатых в Европе. И он основал целый холдинг, индетексом называется, и они производили одежду. Там у него входит много-много компаний, и подороже, и подешевле разных, и для подростков, и для взрослых людей. И вот он никогда не думал, что он будет заниматься одеждой. Ему было неинтересно. Он не хотел этим всем заниматься. Но у него была мама, которая зарабатывала очень мало денег. И однажды он увидел, как его маму обидел продавец в магазине. Сказал, что, в общем, он больше в долгу давать не будет, и вообще так очень негативно поговорил с ней. И Аманси Ортега было 14 лет. Ему было настолько грустно, что так кто-то разговаривает с его мамой, что он пообещал себе, что заработает кучу денег. Ну, собственно, заработал. А как вы думаете, а что такое деньги? У вас было уже много-много встреч, по-моему, две или три про деньги вы разговаривали. Деньги — это средство жить роскошно. Деньги — это ресурс, на который живут практически все. Да. А если бы вас спросили, где брать деньги, вы бы что ответили? Ну, на работе создать свой бизнес. Да, зарабатывать. Так, а конкретно как? Что делать? Ну, любой работа. Обменивать свой труд, что-то своё обменивать на этот самый ресурс. Ого, так, отлично. А что-то своё, что мы можем предложить? Мы можем предложить свой труд, свой ум и вообще всё, что у тебя есть, если это кому-то понадобится. Вот. Отлично. Чем больше людей, которым надобится то, что есть у вас, тем больше вы получаете денег. Так? Да. Так. Вот. Супер. Это первая причина, по которой многие люди начинали именно с вопроса от мира. Они, конечно, не хотели сразу много денег, но они знали, что если они делают что-то такое классное, что многим понадобится-то, то много денег придёт автоматически. Был такой дяденька, Генрих Шлиман, он раскопал трое. У него в детстве была мечта, я про него много читала, у него была мечта, значит, он, хорошо, он работал, он был очень бедным, он был сиротой, и чтобы как-то зарабатывать на жизнь, он зарабатывал, то есть ему было, по-моему, 14 лет, и он там убирался или там мыл посуду в трактире своего дяди. Ему платили маленькую зарплату, и он на неё жил, вот. И когда он убирал один раз, он услышал, как какой-то старый дедушка поёт Илиаду, вот, Генрих Шлиман это почти всё выучил, вот, он просил постоянно этого дедушку, чтобы он снова и снова рассказывал эти истории про Древнюю Грецию. И он так восхитился этим, что он решил себе поставить цель в жизни раскопать трое, вот. И у него, он уже был миллионером, потом в будущем он занимался раскопками, вот. Да, дети. Но он вспомнил свою детскую мечту и бросил всё, развёлся с женой, оставил все деньги, ну, взял часть денег себе и уехал в Грецию искать трое. И все сначала думали, что он безумец, но на самом деле он в итоге эту трое раскопал. Конечно, потом археологи на него злились, потому что там несколько слоёв трое было, и он их испортил, вот. Потому что он думал, что его трое, которое именно он ищет, она в самом-самом низу. Так вот, ещё он нашёл там очень много разных драгоцельных золотых изделий. Классно. Ты рассказал всё классно, и причём в тот момент ты так перескочил сразу с этого, вот он услышал эту историю, а потом стал миллионером. Он на самом деле и стал миллионером, чтобы потом иметь возможность, ну, так, работать, работать, работать плотно, заработать много денег, а потом поехать в своё удовольствие копать трое, вот, чтобы там... Он не видел другого способа, не знал, как по-другому. Он думал, что трое особо никому не нужна, и денег он за раскопки не заработает. Вот. А расскажите мне, пожалуйста, а вот смотрите, мечта... А как он заработал деньги? Он был торговцем. Он очень круто умел продавать. Он очень круто умел договариваться, он очень классно умел продавать, и он развивал в себе постоянно вот этот урок. Ещё помню забавную историю, когда он поехал на раскопки, вот, там, где по древним мифам был какой-то загадочный храм, я уже не помню его название, вот. И ему надо было выторговать у владельца этой земли, надо было купить этот кусок земли, потому что по древним мифам, то есть, говорилось, что вот там это находит. И там документам было, по-моему, указано, что там на территории, что ли, 400 оливковых деревьев, и когда он пошёл считать эти оливковые деревья, чтобы его не обманули, он на счета там 200 или 300 только. И он был настолько вспыльчив, что он просто взял и разорвал контракт, но, как впоследствии оказалось, через 50 лет другой американский археолог раскопал там храм. Вот, то есть, из-за его вспыльчивости он, как бы, он потерял, да, возможность стать классным. Расскажите мне, пожалуйста, зачем нужна людям, вот, типа, как Шлиману и других, кого мы будем обсуждать, мечта или цель? Ну, это сейчас был такой вопрос, что, мальчик, я вам сейчас историю расскажу ещё про одного человека, про первого в мире астронавтного астронавта. Он был 9-летним мальчиком, когда увидел, как американцы высаживаются на Луну, и он увидел это по телевизору, причём у него у самого дома не было телевизора, он увидел это по телевизору у соседей. И ему впечатлил вот этот вот кадр, когда астронавт высаживается на Луну, ставит там американский флаг, и, в общем, ему так захотелось тоже быть астронавтом, что он решил, что это обязательно будет. Было только две проблемы. Первое, он был канадец, а не американец, а Канада в космос не летала, и там вообще не было возможности как-то с космосом связать свою жизнь. А второе, ему было 9 лет, и он не понимал, кто такой астронавт. То есть он, в принципе, он видел, что это дяденька, который высаживается на Луну, но на этом его опознания об астронавтах заханчивались. Поэтому он принял решение, что он будет фантазировать. И он думал, что вот он будет представлять, как бы было бы, если бы он уже был астронавтом. Вот 9-летний мальчик, которого зовут Крис. И он думает, так, у меня есть овощи варёные и картошка фри, а что бы сейчас съел астронавт? Так, отлично. У меня есть возможность ходить на физру или прогулять, что бы сейчас сделал астронавт. Так, у меня есть возможность выучить математику или прогулять, что бы сейчас сделал астронавт. И все свои решения он взвешивал через «а что бы сейчас сделал астронавт?». И вы помните, что ладно, хорошо, допустим, он там благодаря этому начал вести здоровый образ жизни, выучил математику, прочитал кучу книг. Но там же была вторая проблема. Он же не мог стать астронавтом, потому что в Канаде не было возможности этого сделать. Поэтому он решил, ладно, раз в Канаде нельзя так сделать, я буду лётчиком. Ну, это же всё равно небо, ну, хотя бы поближе к Луне, чем просто по Земле ходить. Он стал лётчиком, причём он стал самым-самым лучшим лётчиком. И он стал настолько классным лётчиком, что его пригласили в Американское космическое агентство просто на астронавта. Он готовился к этому всю свою жизнь. Как вы думаете, сколько времени за всё, вот, он работал на Американское космическое агентство 38 лет? Как вы думаете, сколько времени он провёл в космосе? Он стал астронавтом, он летал... Час? Два часа. Побольше, но близко, да, побольше. У вас половина часа. Ещё чуть-чуть побольше, там в месяцах. А, блядь. 38 лет он работает. Провёл в космосе 7 месяцев. Причём, один у него был период, он полгода жил в космосе. И один раз он туда слетал на месяц. Блин, мне надо. Как вы думаете, зачем ему это всё надо было? Чтобы осуществить? 7 лет своим космосом. Ну, то что тут важно. Как бы... Чтобы полнить его мечту. То есть у него была такая мечта, которая настолько была классно, настолько было здорово, настолько хотелось вставать по утрам, настолько ему хотелось всё вот это делать, что он был готов всегда, в любой момент, как только вы его позвали, сразу лететь. Вот чем бы он не занимался. Причём он всё соизмерял с этой мечтой. Она для него, знаете, была как такой вот идеальный мир. И он всё мерил с ней. Он ради этого поехал в Россию учить русский язык, потому что одно время Штаты не запускали свои космические корабли и летали только советские космические корабли. И он смог поехать в Россию учить русский язык, и благодаря этому ещё на полгода слетал в космос. Да, ему, конечно, респект. И вот сравните двух вот этих людей. Дяденьку, который, блин, раскапывал крою, услышав какую-то там песню, как какой-то мужик поёт и ляду. И дяденьку, который увидел мальчика девятилетнего, который увидел, как кто-то высаживается на луну. Вот как вы думаете, что им такого классного дала мечта? Такого неповторимого, интересного? Или в жизни. Ну, окей. А что, без мечты никак? Сложный вопрос. На самом деле, вы очень крутые, потому что вы ещё дети. А у детей очень круто развита фантазия, любопытство. Вы много всего можете. А взрослые, они обычно более скучные, чем вы. Они не такие прикольные, не такие интересные. И вот мечта — это то, что позволяет взрослым всегда, всегда-всегда жить интересно. Чтобы у них всегда-всегда горели глаза. Чтобы они всегда-всегда занимались только самыми интересными делами. Чтобы им всегда было классно и здорово. Ну, ещё при этом там всё, что вы называли про деньги, про славу, про всякие возможности. Про то, чтобы сделать что-нибудь такое полезное для мира. Это тоже есть. Но именно мечта и цель позволяют взрослым где-то внутри оставаться такими классными, замечательными детьми. И поэтому взрослые, у которых есть мечта, они не боятся становиться взрослыми. И, ну, мечтают по этому поводу. И пытаются что-то сделать. Ещё у меня к вам есть вопрос. А если у вас есть какая-то сейчас дело или что-то интересное, но ваши друзья или ваши одноклассники над этим смеются и не понимают, что делать? Что делать? Ну, вот вы, например, что-нибудь делаете такое, и это ваша мечта, но её никто не понимает. Ну, то есть, прям все смеются над ней и так издеваются. Ну, лично я бы не обращала на них внимания. Нет, на вот раз. Ну, это иногда бывает сложно. Представляете, вы снимаете, например, там, ну, видео на YouTube или в TikTok или куда-нибудь ещё, а ваши одноклассники находят это видео и издеваются над ним? Ну, как бы я не обращаю внимания. То есть, мне даже иногда, ну, там, не знаю, кто-то пишет в комментарии под моим видео на YouTube, я говорю, ты неудачник, ты не сможешь меня побить даже, ещё такое-такое-такое. А какие ты видео снимаешь? Разные. Иногда показываю, как бы, игры играю, комментирую, или там, не знаю, какие-то типа, влоги. Но я над ними очень сильно стараюсь, потому что я их монтирую, не знаю, дня два подряд. Я тебе скажу так, иметь YouTube-канал, это и так сложно. Ты знаешь, такого, дам тебе фишечку, ну, типа, в начале своих видео, типа, говорить хейтерам огромный банк. Потому что реально, типа, слушать хейтеров, это наоборот, ну, как бы, унижение для себя. Ну, я их не слушаю, то есть я когда вижу какой-нибудь негативный комментарий, я его просто так пролистываю дальше. Ты красавчик, просто пролистывай негативные комменты. Да, смотрю, знаешь, смотрю на видео 6 лайков, 2 дизлайка, ну, ладно, хорошо. Потому что, они тоже меня делают популярным, потому что это тоже оценка видео. Ну, логично. А у вас не портится настроение, когда вас вот так вот какие-нибудь хейтеры пишут? Ну, отлично мне на хейтеров без разницы. Вот у меня был один раз, когда я еще снимался в лайке, не знаю, за чем я это делал. Мне написала одна хейтерша, и я ответил все больше, никаких хейтов у меня не было. А потом вообще аккаунт как-то удалился. Слушайте, ну вы на самом деле большие-большие молодцы. Потому что у многих людей, кто мечтал и кто делал всякие большие классные штуки потом, у них сначала были всегда недоброжелатели. То есть ребята, которые их троллили, издевались над ними. И, в общем, говорили кучу неприятных вещей. И они спасались группой поддержки. У них всегда была группа поддержки, хотя бы из парочки человек, команда, которая всегда-всегда была с ними. И когда у тебя есть команда, когда у тебя есть хотя бы несколько людей, которые тебя во всем поддерживают, то тебе уже значительно легче. Вы знаете про Стива Джобса, как он начинал вообще всем заниматься? Кстати, Билл Гейтс очень похожим образом начинал этим всем заниматься. Здравствуйте, друзья. Аня, позвольте немножечко. Я хотела поддержать беседу насчет хрета и комментариев неприятных, пока вы не перешли к своей этой истории. Здравствуйте, ребята, родители. Меня зовут Марина. Я первый раз сегодня с вами на встрече. Меня Лариса пригласила сегодня присоединиться к вам, познакомиться. И меня зовут Марина. У меня тоже есть канал на YouTube. И, ребята, когда вы стали рассказывать о том, что у вас есть какие-то неприятные комментарии, хейтеры, знаете, у меня они тоже есть. Мне 31 год. У меня есть двое детей. Я веду свой канал второй год. И у меня тоже довольно часто пишут какие-то неприятные вещи. Но я хочу сказать, что приятного, наверное, в вашей жизни будет намного больше. Намного большим людям вы сможете помочь своими видео. Кому-то вы сделаете какой-то приятный вечер, они смогут посмотреть то, что вы делаете. Кому-то вы подскажете, поможете в каком-то вопросе. И у меня выходит так, что у меня где-то 30-40 человек, которые мне пишут спасибо за видео. И на эти 30-40 человек всего один человек, которому там что-то не нравится. И, честно говоря, я просто на них не обращаю внимания, потому что всегда такие люди будут. И чем больше вы этим занимаетесь, любым видом творчества, будь то YouTube, будь то видео в TikTok, будь то фотографии, картины, всё, что вы хотите создать, всегда найдутся люди, которым это не понравится. Но при этом людей, которым понравится, будет намного-намного больше. И пусть это будет с вами всегда, эта мысль. Что бы вы ни делали, обязательно это делайте. Миру нужны ваше творчество, ваши идеи, ваши мысли. И никогда не оглядывайтесь на тех, кто говорит вам, что что-то не так, или что что-то плохо делаете, или ещё хуже. Поэтому я хочу очень поддержать всех ютуберов, которые здесь сегодня. И мы с вами скоро встретимся на отдельной встрече, посвящённой теме. Аня, пожалуйста, извините, если я как-то... Я так ждала это сказать. Билла, большое спасибо. А если что, в чате пишите. Ребята, может быть, у вас сейчас есть ещё какие-то вопросы. Я буду с вами ещё 15 минут, и с удовольствием послушаю историю про Билла Гейтса. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы в Инстаграме, или в YouTube, TikTok, лайк? В YouTube, в YouTube. У меня сейчас, к сожалению, нет... Я бы хотела ещё заниматься Инстаграмом и TikTok, я даже начинала TikTok, но у меня сейчас, к сожалению, не очень много времени на это, поэтому я занимаюсь только YouTube. Ой, много вопросов, ребята, все одновременно. Давайте ещё разочек, по одному. Какого рода видео вы снимаете? Можно ещё разочек? Какого рода видео вы снимаете? Какое рода видео? Я снимаю видео про свою жизнь в Польше. Мы живём с нашей семьёй в Варшаве, и я рассказываю про жизнь в Польше, я даю какие-то советы тем, кто приезжает в Польшу, семьям советы, и просто показываю нашу жизнь на такую тему путешествий. И сейчас, когда карантин закончится, я надеюсь, мы все скоро пойдём путешествовать в отпуск, я буду больше снимать уже видео из отпуска, потому что свет такой плохой. А напишите, пожалуйста, либо в чат, либо скажите название вашего YouTube-канала. Когда регистрация есть, с удовольствием подпишусь. Я туда же подпишусь. И, кстати, ребята, знаете, что у меня сейчас вот, пока мы сейчас много времени дома проводим, у меня сейчас большое вдохновение, много сил появилось на то, чтобы сделать канал на английском языке. Поэтому если у вас уже есть канал, или вы хотите канал, то обязательно подумайте о том, чтобы вести канал на английском языке, потому что на английском аудитории намного больше. А, Серёжа, вы могли бы тоже ссылку свою скинуть? Я тоже хочу ваш канал посмотреть. И всё, ребята, у кого есть каналы, напишите в чат, я хочу посмотреть, потому что мне интересно. Хорошо. Я напишу, как он вам пишет. Я зайду с личного аккаунта. Вот, и вопрос, да, только творчества, это всегда вопрос того, что когда ваше желание делать какие-то классные, крутые вещи, оно будет сильнее любых негативных оценок вашей адреси. Поэтому, о, спасибо большое. Поэтому дерзайте, никогда не ориентируйтесь на те мнения, которые говорят о вас плохо. Никогда. И совершенно правильно они говорят. Пусть у вас всегда будет ваша группа поддержки, которая вам поможет. Блин, а тут было очень много... А у вас сколько подписчиков? На сегодняшний день у меня 3040 подписчиков, по-моему. Сейчас посмотрю. И у вас на заставке написано «Жизнь больше путешествия», да? Да, это я, да, да. Тогда подписка, колокольчик. Спасибо большое. А сейчас у меня ещё есть новый канал, на котором шесть подписчиков, представляете? У меня есть канал новый. Ему три дня, на нём шесть подписчиков. А как он называется? Я его пока ещё не скажу, потому что его не видно в системе. Вот, система не показывает ещё такой молодой канал. Вот, мы когда с вами встретимся в воскресенье, если вам будет интересно про YouTube, я вам скажу. Я надеюсь, что там ещё 2-3 видео сделаю за два дня, за день. Вот, и его уже могут видеть. Ну, он ещё называется таким интересным словом на санскрите «ахимса». «Ахимса» обозначает ненасилие, то есть когда мы никому, ничему не причиняем вреда. Вот, это вот йоги такое слово используют. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Просто YouTube, у них, те, кто там у них работают, они немножко ленивые. Поэтому у них, они не работают отдалённо, у них всё автоматизировано. Вам когда-то прилетал страйк, мол, от кого-то или просто... Страйков никогда ни разу не было. Они немножко не ленивые, у них просто очень много работы. Лучше, представляешь, сколько людей смотрит YouTube и сколько каналов? Я смотрела, что в день выпускается 10 тысяч часов смотря контента. Это правда, да. Но то, что процесс автоматизированный, это неплохо, это совершенно... Ничего плохого там нет, мы как бы... Наш мир меняется так, что... Вот, например, я помню, как многие вещи были, вот, например, в банках, да, мы когда-то вот, когда мы с мамой моей ходили в банк, мне было там, предположим, 8-9 лет, я помню, как платежи принимали все в банке вручную. Или как, например, мы делали международные звонки, чтобы позвонить нашей бабушке, мы приходили на почту, ждали 15 минут соединения, и мы по телефону вот так вот звонили моей бабушке, когда мне было там 8 лет. А сейчас это всё совсем за 20 лет очень сильно поменялось, и много автоматизации произошло. Поэтому в Ютьюбе ни в коем случае люди не ленивы, нет. Как правильно ребята отметили, там очень много, очень много объёма информации, каждый день загружается видео, огромное количество, поэтому сейчас создают самые сильные аналитические системы, да, чтобы это видео обрабатывалось. Страйков у меня ни разу не было, я никогда такого не получала, но я стараюсь, конечно, всегда всё по правилам делать. Ну, просто те, кто снимает видео такого типа, как вы, они в самой маленькой зоне риска от страйка, потому что вот один из них нет в Ютьюбе. Страйки работают за авторские права, либо за, там, не знаю, маты или что-нибудь ещё такое. А мы Ютьюбер, я не за что. А за маты страйки не делают, маты лишают монетизации. Это правда, да, то есть вы, если делаете всё по правилам, не будет никаких страйков, всё будет хорошо. У меня страйки, да? Можно страйки? Конечно, да. А что такое страйк? Ну, это когда... Страйк – жалоба. Объясните, ребят, да, вы лучше знаете. Когда ты, допустим, нарушаешь правила контента Ютьюба, это жалоба, но похуже. Это когда, смотрите, например, вы сворвали контент, вы разместили какую-то неприличную сцену, вы, например, сказали какое-то неприличное слово в видео, оскорбили, да, кого-то или что-то. И вот, ну, за авторские права тоже. За авторские права. Музыку, например, выложили, да, не которую вы не приобрели или не скачали официально, а вот просто так взяли и выложили какую-то музыку. То есть это наказание, грубо говоря, вашего канала. Поэтому в видео... Поэтому в видео ютуберы, которые берут чужой контент или кого... о ком-то одеваются негативно или ещё как-то, они вставляют в видео дисклеймеры. И тогда не кидает страйкер. Если в видео есть дисклеймер. Да, такая тема очень узкая. Может быть, ребят, вы ещё что-то хотите? Потому что, мне кажется, Аня ждёт, когда мы закончим эту дискуссию, эту беседу. И вот воскресенье, да, как Сергей предложил, здорово. Будем на эту тему разговаривать. Я очень приятно с вами, ребята, познакомиться. Анечка, позвольте, я тогда пока отключаюсь и буду слушать вашу историю. Вам спасибо, да. Спасибо, ребята, мне очень приятно с вами познакомиться. Я думаю, в воскресенье мы с вами начнём беседовать и встретимся несколько раз, это точно. Всем большое спасибо, всем спокойной ночи, всем хорошего вечера. Пока, пока, пока. Спасибо, Марина, большое, я тоже на вас подпишусь, когда закончится. Спасибо, Аня. Спасибо большое. Тык, смотри. У меня как раз была идея. У меня как раз была идея с другом делать канал. Ну, это была идея моего друга. Делайте, делайте. Малин, можно вопрос задать, пожалуйста, после... Да, конечно, конечно. Я ещё здесь... А вот вы шапку канала заказывали у кого-то либо сами рисовали? Мы сделали с моим мужем шапку в программе «Конва». Сейчас я тебе напишу. Я просто на компьютере снимаю свои функционалы, я на телефоне. В «Конве» на компьютере. На телефоне немножечко функционал уже. На телефоне можно легко там обложки делать. «Конва» на компьютере. Так, вот я его устанавливаю. Хорошо, то есть там легко, да? Можно шапку... Ну, честно говоря, немножечко нужно повозиться, но можно сделать в «Конве». Всё бесплатно. И немножко «Фотошоп» тоже. Вот, то есть там нужно будет с форматами тебе посмотреть, поработать. Ну, в общем, как бы не сильно сложное что-то. Спасибо, ребята, ещё раз. Анечка, передаю вам слово. Возвращаемся к нашим прекрасным ребятам. Яну. Яну. Да. Ну, это не принципиальный момент. Про Гейтс и про товарища Джобса хотела вам рассказать. На самом деле, это были два прекрасных, очень некрасивых молодых человека с огромными прыщами, с которыми мало кто хотел разговаривать и встречаться. А ещё, если вы почитаете когда-нибудь про их характер, окажется, что характер у них отвратительный. У них, конечно, были друзья, но их было не так много. И поэтому они были вынуждены просто по воле случая, потому что попали учиться в крутой универ, в котором были компьютерные классы. А вы же понимаете, что во времена Джобса и Гейтса, то есть во времена людей, которые первые настольные компьютеры, собственно, изобрели, компьютеры, выглядели отвратительно, занимали целую комнату, были просто такие, не поиграть, ничего не сделать. И так как и Гейтс, и Джобс были такими страшненькими, прыщавыми подростками, им было нечем заняться, они уходили сидеть в компьютерный класс и осваивали технологии. Вот как вы сейчас говорили, про канву, про немножко повозиться. Вот у них было столько времени, что они могли повозиться с чем угодно. И возились, сидели, возились часами, вот это вот всё делали. Знаете, есть теория про 10 тысяч часов. Слышали когда-нибудь? Существует теория, по которой, если вы чем-то занимаетесь, 10 тысяч часов, а вы сейчас классно, кстати, сказали, что именно столько видео в день выходит на Ютьюбе, то вы станете профессионалом, то есть самым-самым лучшим человеком в этой области. Только представьте, сколько нужно времени, чтобы эти, ну, лет, чтобы эти 10 тысяч часов прошло. То есть это же каждый день нужно сидеть. Если вы будете по 2 часа сидеть каждый день, это же огромное количество дней. А у них, так как они были страшненькие, так как им было некуда ходить, так как с ними мало кто дружил, они имели возможность постоянно сидеть в этих компьютерных классах и развивать интерес. Таким образом, получается, что не все люди имели мечту сразу. Она, конечно, у кого-то была, но кто-то хотел помочь другому, кто-то был вынужден сесть и заниматься, ну, более-менее интересным делом, но не сдавался и вкладывался туда, вот этими вот 10 тысячами часами. И получалось, что они влюблялись в дело, которое делают. Даже если оно сначала было, ну, неплохим таким, ну, интересно, конечно, да, никто же не занимается добровольно тем, чем ему не особо интересно. Но без фанатизма и без таких вот горящих глаз, вот, у них получилось вот так вот. Еще про одного дяденька вам хочу рассказать, и будем выводить всякие интересные штуки. Был путешественник, его звали Рауль Амунсен, и он покорил Южный полюс. До Рауля Амунсена никто на Южный полюс не ездил. Южный полюс — это там, где очень холодно, прям вот вообще жесть. Но там никто никогда не был. И людям всегда интересно побывать там, где никто никогда до них не был. Но так как там очень холодно, туда далеко идти, не ездит транспорт, все очень плохо. Туда, конечно, никто не мог добраться. И Амунсен, он был норвежцем. Он тоже жил в холодной стране. И он с детства мечтал сделать что-то такое, что делали викинги. Читали когда-нибудь про викингов? Ребята, да, были такие, которые в лапках на кораблях, и у них там и мифология была классная. И вот Амунсен, как норвежец, ему прям хотелось быть похожим на викинга, ему прям хотелось совершить какой-то подвиг, ему прям хотелось, чтобы он запомнился. И он решил покорить Южный полюс. Только он знал, что это суперсложное мероприятие, поэтому он готовился к нему где-то лет 10. Причем он готовился к нему очень экстравагантными методами. Вы, пока еще дети, вас еще отличает одна особенность от взрослых. Вы можете делать что-то, несмотря на мнение других людей, и вы можете соединять, казалось бы, несоединимые штуки. То есть там, где вам взрослые говорят, типа, вы что, с ума сошли, что ли, так никто не делает, это ненормально, и, в общем, всякое такое. Вы еще можете это делать, у вас хватает смелости, хватает, это азарта и энергия. У взрослых уже его значительно меньше. Вот Амутсон, будучи уже взрослым, все равно в себе сохранил вот эту вот черту соединять несоединимые вещи. И он все время пробовал. Он знал, что ему будет тяжело на Южном полюсе, но он пробовал, а что будет, если вот так вот? А что будет, если вот так вот? И его пробы, ну, мне, наверное, не очень нравятся, а вы сами посудите. Например, он пробовал есть сырое мясо дельфина, потому что он не знал, что с ним может произойти, ну, пока он слабеет, полюса. Что? А ему не жалко было дельфинов? Ну, как бы, никто до него не ел мясо дельфинов. Никто до него не ел. С одной стороны, это опасно, и с другой стороны, может, ну, как бы, это будет просто зря. Да, это может быть совершенно зря, ты прав. и он не знал, ему понадобится это в конце концов, ему не понадобилось. И он не знал, ему понадобится это в конце концов или нет, но он предполагал, что может возникнуть такая ситуация. Ну, например, мы сейчас все с вами на карантине сидим, и мы же не знали еще месяц назад, что так будет. Но кто-то давно предположил, что, возможно, когда-нибудь такая история произойдет. Ну, людям же нужно общаться с друг с другом, и поэтому мы с вами можем общаться вот в этой программе, которая была изобретена задолго до карантина. Вот Амундсен, он примерно так думал. Он думал, что да, может, конечно, не понадобится, но на всякий случай я сделаю, раз мне в голову пришла такая мысль. Если честно, я не знаю, он убивал дельфина, или он уже находил того, кто там погиб по каким-то причинам, ну, в общем, мясо дельфина он пробовал. Потом он пробовал пожить с эскимосами. Ну, то есть он рассуждал логически. Он думал, так, если я поеду на Южный полюс, там очень холодно, то мне нужно понять, как живут люди, которые живут в условиях, когда очень холодно. Выбрал эскимосов. Подсмотрел у них кучу лайфхаков, что делают эскимосы для того, чтобы им было неплохо. Набрался знаний у них. Потом... То есть он как бы тренировался. Да, он постоянно тренировался. Готовил себя к чему жизнь я готовила, да? Да. То есть готовился к этому условию. Он понимал, что он хочет попасть в эти условия, вот в эти вот самые ужасные. Он понимал, что он хочет совершить подвиг, и он действительно готовил себя, вот спробуя все возможные штуки. Он учился водить собачью упряжку. То есть он понимал, что там будет снег, это же Южный полюс, там будет очень холодно, и ему нужно будет уметь водить собачью упряжку. Он учился разговаривать с людьми, потому что он понимал, что... И мы тоже будет здорово, если мы все будем понимать, что мы в одиночку можем сделать значительно меньше, чем мы все вместе. Ведь мы все вместе только можем организовать крутую школу. Нам по одному будет не так весело и здорово. Вот он тоже это где-то так в голове понимал, и он учился дружить, учился общаться с людьми, учился общаться даже с теми, кто ему очень не нравился. Потому что он думал, что... Ну, классно. Вот мне, например, я поеду на Южный полюс, и мне нужно будет капитан корабля. А лучший капитан корабля, который нас точно довезет. А у этого капитана корабля может быть дурацкий характер. Он может быть злым, противным дядькой. Но мне же нужно будет с ним как-то договариваться. Поэтому он учился разговаривать с людьми, даже с теми, с кем ему вообще не нравилось разговаривать. И он так тренировался. В итоге одновременно с ним на Южный полюс пошел другой дяденька из Англии, Скотт, который не тренировался. Но у которого тоже была мечта совершить какой-нибудь подвиг. И Амундсен, который тренировался 10 лет, до Южного полюса дошел, установил там норвежский флаг, был очень счастлив, вернулся обратно и стал национальным героем. И стал первым человеком, который покорил Южный полюс. А вот этот второй дяденька, который вышел с ним одновременно, погиб, даже не дойдя до Южного полюса. Получается, что вот эти, казалось бы, тренировки, которые мы сначала с вами даже могли бы посчитать бессмысленными, оказали очень прикольную услугу. И получилось, что то, что не имело прямого смысла, очень классно закалило к характеру. У нас так иногда бывает со школьными предметами. Они могут не иметь прямого смысла. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то из вас, прям, ну, если вы только математик, не хотите связать свою жизнь с математикой, будете решать какие-то тригонометрические уравнения, там, синусы, косинусы и так далее. Но при этом, при всём, вы же всё равно изучаете математику? Расскажите, зачем? Можно маленькую ремарку по поводу Амунсена? Да. Вот мы буквально в это воскресенье смотрели, что, где, когда, и там был вопрос, и заключалась вся ситуация в том, что на самом деле он готовился и мечтал открыть Северный полюс. Вот. И он делал всё, вот всё, что вы рассказывали, и это была его мечта всей жизни. Но в 1909 году кто-то сделал это раньше. И он очень расстроился, он не знал, что делать, и вот у него появилась новая цель. Он открыл Южный полюс, и когда он уже это сделал, он сказал, «Я нахожусь сейчас в самой далёкой точке от своей мечты». Ну, то есть, это его цитата, да, что как бы, что мог бы ли я вообще это понять, представить, да, то есть он сделал это открытие, а получилось, что он в самой дальней точке от Северного полюса оказался Южным. Здесь тоже классно, потому что вы смотрите по смыслу. То есть вы же смотрите, что я хочу сделать. мечта бывает, ну, скажем так, предметной, типа, там, я хочу изобрести самую дорогую машину в мире. А может быть, такое вот по смыслу, типа, я хочу совершить какой-нибудь большой подвиг, и тогда, если у меня меняется Северный полюс на Южный, то я всё равно выполняю мечту, я всё равно делаю то, что я хочу, и у меня всё равно получается. и это тоже очень круто. Ребята, я хочу, чтобы вы из всех этих историй вынесли некоторые моменты. Первое, это то, что если у вас есть мечта, вам становится жить очень и очень интересно. Если у вас пока нет мечты, это нормально. Вы знаете, что круче всего развивает умение мечтать? есть предположение? Фантазию? Фантазию. А что круче всего развивает фантазию? Может, творческая деятельность какая-то? Так, творчество обязательно. Ну да. А ещё? Как ни странно, круче всего фантазию и мечту развивает чтение фантастики. Когда вы читаете классную фантастику, а её очень-очень много, то у вас начинает развиваться воображение, потому что писатели-фантасты описывали то, чего не было, или то, чего нет. и вы вынуждены это представлять. И поэтому развивается фантазия. И поэтому вам становится легче мечтать. А ещё писатели-фантасты, они же описывали будущее, ну, как они и у себя представляли. И это очень масштабная история. То есть, они типа описывают там 2020, не знаю, 200-й год, 3000-й год и так далее. И это очень круто развивает масштаб мышления. То есть, вы не боитесь ставить перед собой цели, типа, как освоить Марс, сделать что-то грандиозное, изобрести летающий автомобиль или что-нибудь такое. Вы перестаёте бояться, вы действительно мечтаете и развиваетесь. Ещё одна штука, которая очень сильно развивает вашу возможность фантазировать и что-то делать, это развитие мышления. Знаете, что больше всего развивает мышление? Как ни странно, три вещи. Первая это музыка, причём любое занятие музыкой. Я вас не буду грузить сложными терминами, почему именно мышление развивает музыку, точнее музыка развивает мышление, но тем не менее. Второе это чтение книг любых. Мы уже про фантастику поговорили. И третье это математика. Вот эти все три вещи очень круто развивают мышление и дают вам возможность придумывать новое. Ещё очень классно, когда у вас развито любопытство. Знаете, как развивать любопытство? Любая система оценок, ну, типа там двойка, пятёрка, хорошо, плохо, любопытство немножечко притупляет, потому что мы с вами боимся наказания или хотим поощрения, и поэтому начинаем работать на оценки. А вот когда, знаете, ну, если вы любите читать, или вот если вы в нашей школе, то вы видите, что всё время возникают какие-то классные, интересные лекции, какие-то классные, интересные занятия, вам задают классные, интересные вопросы. Или вы читаете какую-нибудь книжку, а там ссылка на другую классную книжку. Или вы смотрите какого-нибудь YouTube-блогера, а там ссылка на другого блогера. И вот это бесконечное количество отсылок на другую информацию развивает любопытство. Вам хочется посмотреть и вот здесь вот, и вот здесь вот, и вот здесь вот. Ещё любопытство развивает то, что вы пробуете постоянно что-нибудь новое, что-нибудь классное. Как вот этот Амудсен, который пробовал мясо дельфина. Я бы, мне не пришло бы в голову попробовать мясо дельфина. А он вот, в общем, пришёл к выводу, что нужно что-то попробовать. Поэтому пробовать всё, что угодно тоже круто. Я прошу прощения, там кто-то поднимал руку, по-моему, Костя. Да? Да-да. У меня один вопрос по поводу развития фантазии, то, что вы там говорили. Вот вы сказали вот фантастические книги и там ещё что-то было, да? Вот у меня вопрос. Вот есть такие люди, у которых мечта как основать какую-то там сверхлабораторию и в ней содержать что-то. Допустим, вот с помощью игры можно как-то развивать фантазию? Вот допустим, вот про ту же лабораторию есть такие люди, которые об этом мечтают. Допустим, подойдёт игра SCP либо Zedrich, либо Secret Lab тоже классная игра. Смотрите, с играми какая история? Игры могут позволить вам развить логику или стратегию, но игры не позволят развить фантазию, потому что в играх уже всё нарисовано. Ну, то есть вам как будто бы дают готовый шаблон. Ну, мы же не представляем, как айфон выглядит по-другому. Нам же показали айфон, причём нам когда айфон следующий показывают, ну, там, с тремя камерами, например, мы ещё можем поржать над этим, над всем, потому что мы привыкли, что он выглядит определённым образом, и когда нам его поменяли внешний вид, мы ещё можем над ним поиздеваться, мемасики построить и всякое такое сделать. Вот проблема с играми, что они тактику, да, логику, да, стратегию могут быть, скорость реакции, потому что в некоторых играх нужно быстро решать задачи. Но фантазию, к сожалению, нет, потому что там прям сразу готовые шаблоны того, как это всё должно выглядеть. есть такая игра, просто по поводу, у меня просто сомнения по поводу того, что вы сказали об одной игре, все её знают, ребята, не судите строго, но Майнкрафт, там же можно делать что-то и хочешь. ты там создаёшь что-то своё, ты можешь что-то угодно, то есть тебя оставляют в песочнице, и ты там создаёшь что-то, что тебе нравится. Ну да, а если не хватает, можно добавить ещё что-то. Ребят, ну Майнкрафт, Майнкрафт же написан кем-то, его же написали программисты и сделали шаблоны, как вы будете это строить, вы же не сами придумываете, а вы используете ресурс игры, который для вас придуман кем-то. Её же создали эту игру, и там есть определённые ресурсы, вы не можете делать абсолютно-абсолютно что угодно, вы можете использовать только те ресурсы, которые есть в этой игре, да, можно делать практически что угодно, но только с этими ресурсами. Ну, есть специальные мод-креаторы, там, где ты создаёшь что-то своё, добавляешь, редактируешь, ну. И, Борис, свой создать ресурс-пак, то есть ты сам тикфу... Ну да, это те же мод-креаторы. Да. Я честно вам признаюсь, я не в теме, игру не видела. Если там реально всё, как вы говорите, то есть, грубо говоря, песочница, и вы там создаёте что-то новое, что-то своё, и вы действительно придумываете прям, я не знаю, что-то экстраординарное, то да, согласна. Можно там в Минстатии написать Майнкрафт или в App Store куда-нибудь, или в Google Play написать Майнкрафт или там, не знаю, куда-то. Если у вас iPhone, ну, я хочу вас разочаровать на этих, на iOS стоит 7 долларов. Ну, 7 долларов сойдёт. Ну да, можете, ну, можете там, не знаю, видео посмотреть, допустим, просто зайти, посмотреть видео, что-то такое. Если вас заинтересует, заинтересует, можете купить. Окей, видео обещаю посмотреть, и напишу в чат, что я думаю на эту тему, потому что, если вы всё как рассказываете, да, без проблем, всё с фантазией огонь. В общем, нам нужны с вами для мечты фантазия, нам нужны с вами для мечты любопытство, нам нужны с вами для мечты смелость, попробую всякое, нам нужно с вами для мечты пробовать. Как ни странно, нам нужны с вами для мечты образование. А что самое ценное для вас в образовании? Оценки? Ну, их нафиг. Что там такого классного? Знания, что-то новое узнаешь. А зачем? Получение новых знаний для тех, у кого еще нет мечты, это можно как-то формулировать мечту или что-то такое. Так, а еще? Вы правы полностью. Там еще есть что-то такое крутое, классное. Если с вашим Майнкрафтом сравнивать, то нам же нужны блоки для того, чтобы вы могли что-то построить в голове. К сожалению, в пустой голове, если там вообще вакуум ноль, ничего не может появиться. Представьте сейчас новое животное какое-нибудь. Можете представить? Ну, какое-нибудь прям вот новое-новое-новое. Совсем-совсем. Вариантчики вроде отпадают. Оно будет собрано из каких-нибудь частей. Ну, там, например, будет, там, не знаю, голова крокодила, лапы собаки, лошади, крылья птицы. Ну, в общем, что-то такое. Оно будет из всяких разных прикольных частей собрано. Не пытайтесь это представить, сломайте себе голову. Нет, я придумал животное, которые не созданы там из других частей. То есть это вариантчики бомбуни отпадают. Хорошо. Допустим, то есть как бактерии, да? Вот маленькие бактерии, микроорганизмы, только большие уже как животные. Так, ну, у тебя уже есть картинка того, что была бактерия сначала. Мне страшно. Инфузория туфелька, которая огромного размера с город. Туфелька размером... В общем, ребят, проблема в том, что мозг устроен таким образом, что он комбинирует куски. То есть он берет какие-то... Ну, как ваша игра. То есть вы там берете какие-то элементы, как кубики, и складываете. И в зависимости от того, какие у вас будут кубики, вы сможете что-то сложить или ничего сложить не сможете. Поэтому в образовании, да, круто процесс. Да, там вы узнаете новые факты. Да, вы там можете узнать крутые истории, вдохновиться и захотеть стать похожим на кого-то. Но еще вы загружаете вот эти крутые куски, разные из которых можно будет положить. Конечно, мы с вами не говорим там про, не знаю, синусы и косинусы, хотя тоже развивает мышление. А мы говорим про разные факты интересные, про всяких интересных личностей, про факты и всякое-всякое-всякое разное, что мы здесь тоже с вами обсуждаем. Поэтому образование у всех, кто занимался великими делами, было, но оно могло быть не там напрямую школьным, но они всегда что-нибудь читали, с кем-нибудь общались, у кого-нибудь учились и все время загружали в голову новые, новые, новые факты. Еще, будет последнее, будет очень круто, если ваша мечта будет как-нибудь связана с внешним миром. Ну, то есть, мы же говорили с вами про деньги, вы же хотите, чтобы у вас еще обратная связь была. Соответственно, если ваша мечта большая, классная, здоровская, еще будет приносить какую-то пользу миру, вообще будет здорово. Вообще сможете горы свернуть, и я когда-нибудь буду про вас рассказывать, говорить, вот, Сережа, Гоша и Федя, они были вот таким, вот, он был 12, 14, 15, они мечтали, потом 10 лет тренировались, причем тренировка тоже прикольный, интересный процесс. И потом зажгли. Какие у вас остались вопросы? Никаких, очень интересно. Ну да, у меня тоже самое. Мне тоже очень нравится с вами общаться, я, конечно, хотела бы, ну, это проблема с микрофонами, видите, как слышно, я, конечно, хотелось бы быть с вами больше и чаще, чтобы у всех были включены микрофоны, но, блин, фонит. В понедельник будем еще разговаривать про наших любимых родителей? Да? Да. А теперь секундочка игры на пищалках. Отлично. Тогда я с вами прощаюсь до понедельника. Если какие-нибудь истории понравились, я вам могу скинуть список книг, в которых вы можете прочитать или в кратком содержании. Есть еще прикольная книжка, она короткая, там короткие истории, называется «Режим гения», и в ней еще написано, как всякие великие люди свой день проводили, во сколько они ложились спать, что они ели, с кем они общались, чем занимались, там тоже классно, можете посмотреть, что не все ложились спать в 10 вечера и просто цепались в 7 утра. Были ребята, которые по ночам делали всякие прикольные штуки. Спасибо большое вам, спасибо большое Ларисе, и до понедельника тогда. Да, до понедельника. Я вам спасибо тебе. До понедельника. Пока-пока. Извините, у меня снова вопрос. Просто тут я один тут из Украины? Нет, не один, я тоже из Украины. О, красное. Ну, просто я вам скажу так, украинцы в Одессе, кто знает, такой город обязательно приезжайте, когда это закончится с карантином. В Одессе во время карантина, смотрю, некоторая доставка еды вообще развернилась. Значит, на это время должна была прийти еда, а до сих пор ничего не пришло. Заказ сделали еще в 17 по нашему времени. По вашему ситуации. Короче, в 17